Доброе время суток всем! У нас сегодня город Таллин 13 июля 2018 год Естественно пятница, пятница 13 Я отработал свою первую неделю после отпуска Очень, я вам скажу, сложно все это было Но выжил На носу двое выходных, как всегда бесконечных Пройдемся немножечко по старому пути Расскажу что-нибудь Значит, начнем с того, что Я нылся, по-моему, в прошлые разы о том, что у нас Везде ремонты дорог Да, действительно пробки Но в данный момент люди поуезжали в отпуска Мы сейчас проедем, более-менее будет все нормально Так спокойно Я, кстати, еще на почту сегодня Более-менее спокойно с этими машинами Пробочек нету, потому что Сезон отпусков Так, дальше что я хотел сказать Знаете, вот видите, кран видите Это была вторая тема такая Что очень много в этом году строек в Таллине Это с чем-то там связано Что-то с Европейским Союзом Мне когда эту информацию давали Я просто забыл, что-то выскочил То ли там что-то повышать будет в следующем году Налоги на стройку То ли дотации каких-то не будет Что-то такое связано Я из окна своего дома живу Я, ну как бы не в центре По-моему, два или три крана вижу И вот так едешь по городу Везде, везде эти краны стоят Производятся стройки Плюс еще к этим стройкам Ремонты дорог Такое ощущение, что хотят Буквально в течение лета Починить полностью Таллин Отремонтировать, починить И сделать его совсем новым Это так Нет, ну так оно как бы со стороны и кажется Дальше что я еще хотел сказать Уже не касается дорог А, кстати, по право годку скажу Жарко, сейчас 24 градуса Вчера я просто вешался Я вот просто немножко двигаюсь И мокрый, как я не знаю, как кто Просто Ну, слов не найти Как мне сложно работать в такую погоду Видимость А, сегодня еще и дождь был И так ливануло И перед дождем, знаете, как жарит Такой паритаж При том, что не забываем Что в Эстонии море И вот эта вот эта Влажность вот эта Ну, ну просто По мне-то хоть вешайся Вчера пошел В магазин В центр торговый Купить И мне стало Купить кое-что из одежды Да Я думал, сейчас скажу Конкретизировать Потом мне сказали Да, что ты там говоришь Про Брюки, джинсы Джинсы я хотел купить пару пар Ходил, значит, в торговый центр И что-то стоял в очереди Жарко так стало Думаю, дай возьму сейчас Носовой платок И, наверное, пошел Потому что бумажных не взял А думал, проще купить Будет носовой платок И вы знаете Я не нашел носового платка В магазине Думал, что такое Может быть, как-то в этом Не повезло Сохватил что-то Типа косынки такой хлопковой Ну, купил ее Думаю, сейчас, ну Зайду там в маркет какой-то И прикуплю там носовых платков Вы знаете, я отходил Весь торговый центр Кристины Я заходил, наверное, в магазинов Десять, может быть Ну, может, даже пятнадцать Не знаю От десяти до пятнадцати Я нигде не нашел носовых платков Максимум, что я видел Это в призме Продовольственный магазин Ну, как, маркет Там были, как его называются Платки для костюма Знаете, в карманчик ложить Такого типа По пять евро за штуку Шелковые Естественно, это мне Не по цене, не по качеству Такие нужны не были Вот интересно У нас где-нибудь вообще И потом я сказал Ну, сказал жене Что, слышь, я искал Не нашел у нас платков Она мне сказала Что уже давно такого нету Тоже как-то она искала И не нашла Я не знаю Как у вас, кто смотрит Сюда, слушая, досюда Как у вас В ваших странах Это еще продается или нет С одной стороны Да, я понимаю, конечно Что у меня даже вот в машине Эти салфетки бумажные Влажные, бумажные Вообще влажные салфетки Где-то у меня всегда с собой В сумке Ну, вот вчера сумку просто не взял Салфетки бумажные Влажные, опять же И в машине есть Это, конечно, понятно Что почему это пропадает Смысл Ты не стирать Ничего не надо Но вот и вчера Мне действительно Как-то так поперлось Захотелось просто Именно Попробовать походить Опять Как его Со старым Носовым Хлопковым Носовым платком И как-то Вот так Получилось Ух, какой Смотрите, ярис Красивый В смысле Вид у него Новенький Мы сейчас заедем До торгового центра Кристины Я пойду на почту И потом продолжим Дальше общение До дома Видите, мы по этой дорожке Давно не ездили Забыл сказать Это была улица техника И Помните, я часто говорю Что там красиво Летом не нравится Деревья, которые Слева и справа Образуют Такую Единственную Арку Зимой Когда снег Все это в снегу Тоже такая Снежная арка Задумался я Все, не могу Успокоиться с этим С носовыми платками Возможно Где-то в наших Где-то там Допустим На рынке Где-нибудь Еще можно Но Знаете Ради носового платка Ехать на рынок Скажем Я не стал Ну как вы думаете Помещусь я сюда Или нет Думаю Помещусь Как вы видите Сейчас А По времени У нас 16 часов 11 минут Я выехал Ровно Ну где-то Может быть В 6.02 С работы В 16.02 И Как видите Машин не очень много И все так спокойненько Встречка Конечно Заполненная Ну Двигаются все-таки люди Но по-любому Что если сравнивать То видео Что делал До отпуска Ну Трехнедельной давности Машин намного Меньше стало Точнее Видите Я не вру Доехали до Бывшего Таксопарка Вчера Пошел Тогда Еще я Вчера Пешком Пошел От дома Сюда И На почту Надо было Зайти Тоже Пока Покрутился Чего-то Я думал До 8 Работает И подхожу Где-то Там уже В 19 часов 20 минут По-моему Было В начале Восьмого На почту А она Говорит Мне Стоит Значок Что Мы работаем Только До 7 А где-то Без 10 7 Туда Пришел Думал Чего Попрос На почту Было Сначала Зайти Сегодня Вот Тогда Было Напрямую Домой Было Ну Ладно Не проблема Да Наша Электричка Поехала Приехали Еще Расскажу Одно Нововведение У нас По Европе Есть Не забуду Когда Поедем Уже Отсюда До Дома Такое Новшество Которое Скажем так Заставляет Задуматься В данном Случай Меня Так Приехал Паркуемся Начинаю Потихонечку Выезжать С парковки Возле Центра Торгового Кристина Итак О чем Я хотел Сказать Вышла Такая Директива Скажем Или Закон Пусть будет От Европейского Союза О защите Личных Данных Если я Сейчас не ошибусь Он называется По-моему ГДПР Как-то так Что ли Я Будем так говорить Особо не читал Но По работе Мне Сказали Ну Кое-что Что там Объясняли В основном Конечно Это касается Это Директива Директива Это касается Юридических Лиц Но Там такое Есть Что нельзя Публиковывать Лица Людей Нет Нельзя Нельзя Там не так Было Сказано Суть Такая Что Если кто-то Видит себя На видео В Публичном Доступе В интернете На фотографиях Он может Тот Кто Опубликовал Его Лицо Попросить Убрать Из общего Доступа Что-то значит Ну примерно Вот допустим Едешь Или ходишь Снимаешь Кого-то на видеокамеру И Выкладываешь В интернет И человек Увидел это Он может Попросить Тебя убрать Или же Ты должен У него Как-то Письменное Согласие Должно Как-то так Я не знаю Но Но суть Другая Что если Это видео В общественном Доступе Не так Что Я кстати Сразу скажу От себя Я не буду Объяснять Как и что Лично я считаю Что это Правильный закон Почему Потому что У нас Сами знаете Технологии Просто не идут Они у нас Не бегут Они летят Просто И Реально Можно Я думаю В скором Будущем Поиск Не только По словам В гугле А чисто И по фотографиям Выискивать Людей И так далее И допустим И по видео Какому-то Здесь уже Сканирование лица Есть Извините меня В телефонах То почему бы Это уже не Стать Как бы В общую сетку Что это Есть возможность Этого сделать Скажем Человек Находится Там Где не хочет Чтобы знали Что он есть И тут Когда ищут Этого человека В поиске Находят его Выбивать его Имя Фамилию Он Выдаёт вам Видео Даже Где он Этот человек Находится Я думаю Со временем Да Это будет Поэтому я считаю Что своевременный Правильный закон Только как он Работать будет У нас Никто не знает Хотя Уже информацию Кидает Я лично Я человек Работающий С личными данными Ну хорошо Будем так говорить Три Четыре Процента Моя работы Это личные данные Естественно Я к этому Относился Всегда Щепетильно Вплоть до того Что когда выходишь И у меня Всё закрыто У меня всё Под кодами Хрен Что Кто Туда Зайдёт Но Что касается Допустим Видео Это не так Что тебе Кто-то Скажет Вот Это я Там Иду По дороге С коляской Закрываю Это видео Человек должен доказать Что он пишет Что-то он Я же не буду Как бы Допустим Если меня попросят Закрою Удалю человека Но он должен тоже доказать Что-то он Как-то Так можно вообще Докопаться К любому К любому Видео Картинке Я по этому поводу Расскажу Интересную вещь У меня Как-то брат В 2000-х годах Где-то Вначале Работал В такси И кто знает Особенно Кто работал В такси В Эстонии В Таллине Что такое Банковка Банковка Это место Проплаченное Криминальному элементу Где стоят Такси Вот они Могут там стоять И чужак Куда не приезжает Если он не будет Платить деньги За эту Называем Банковку Ну вот Мой брат Всегда Терся на этих Банковках Не всегда Ну бывало А там такие Козырные места И к нему Подходят таксисты Давай сматывай Отсюда Это банковка Или будут проблемы Ну мой брат Как его называется Докажи что Это банковка В конце концов Приходят бандиты Какие-то На это Говорят Начало 2000-х Ну как Бандиты Не такие Там Культурные бандиты И говорят Слышишь Как бы Если хоть здесь стоять Надо проплачивать Это банковка Брат говорит Все Теперь я понял Что это банковка Так понимаешь Мне могут сказать Каждый На каждом месте Куда они встанут Что это место проплаченное Я должен оттуда уезжать Согласись Теперь я все понял Так же И с видео Что Доказать надо Что это ты Хотя бы фотографию Аккаунт какой-то свой Покажи на какой минуте Допустим Минуте человек Да И да Тогда все Видео Допустим Вырезает этот элемент Или же Как его называется Или лица Скрываются Я не знаю Насколько Ютуб сейчас По-моему Там есть возможность Скрывать лица Если делать это В программе То Время Дофига Забирать Будет забирать Хотя вы сами видите Что все мои видео В основном Без лиц нет Я стараюсь Проезжать Народу поменьше Но всегда Всяко все Где-то попадается Естественно Если брать Большие мероприятия Там будут лица Я вообще Это еще Непонятно Как журналисты Будут работать Как Тот же самый Парад Показывать Спортсменов Потому что Все люди должны Дать письма Согласие Если не хочу Участвовать Допустим Срочник Не хочу Участвовать В параде Вооруженных сил Допустим Я что могу Просто Не дать Письменное Разрешение На съемку Меня И не поехать Не знаю Как это будет Работать Все просто Немножко В шоке Но есть Как есть Поживем Увидим Естественно Я как бы Это Сказал Как-то Сумбурно Да Или же Со своей Со своей Точки зрения Но Костяк Я донес До вас И как Что там Дальше Будет Не знаю Естественно Лицо Должно Быть Как его Называется Оно Должно Быть Понятно Что это Именно Этот человек Если Там Вдалеке В 30 40 Метрах Вообще Непонятно Кто Это И что Это Также Касается Фотографии Родственников Близких А И кстати Этот закон Не касается Фото и видео Сделанные до этого Закона Хотя Вы знаете По-моему Всегда Надо было Спрашивать Разрешение Чтобы Кого-то Опубликовать В сеть Допустим С друзьями Фотографируешься И В сеть Кидаешь Должен Как бы Спросить Всегда Так Было Хочу Опять Ж Вам Сказать Что Кто Смотрит Мои Аккаунты Вконтакте И Фейсбук Я Особо Не Афишируюсь И фотографий Даже И моих Личных Очень мало И Тем более Где Как-то Там С кем Вообще По-моему Нет Так Что Как-то Так А я Приехал Хочу Еще Зайти Сюда В магазин Всем Хороших Выходных Мира Добра Уважаем Друг Друга Осторожно На Дорогах И Всем Вам Такого Спокойного Или Всем Вам Таких Спокойных Пятниц Как Сегодняшняя Пятница 13 В Таллине Продолжение следует